Капремонт им только снится. Жители проспекта Революции и улицы Героев-Сибиряков жалуются на состояние коммуникации в своих домах. У одних по ночам водопад из потолка, у других зловоние из подвала. Управляющие компании проблемы собственников игнорировали, пока те не обратились в нашу редакцию. Подробности у Марка Борисова. Но капремонт это отдельная у них страна. Туда нужно отдельно идти и просить. Это понятно, что отдельная страна. Дело в том, что аварийная ситуация, как течь в подвале и прочее, это то, что решает УК. Аварийка – это ведомство УК, то, что течет. Жители дома номер 59 по улице Героев-Сибиряков спорят, кто же должен помочь в решении их проблемы. Точнее, проблем. Таковых накопилось немало. В подъездах не убирают, дороги песком не посыпают, а еще недавно пошел запах из подвала. Он-то и стал поводом спуститься вниз, посмотреть, что происходит под полом. Так, ну что, вот такое вот у нас видео. Льется все под ноги. Это у нас между вторым и первым подъездом. Такую картину собственники квартир в многострадальном доме наблюдали пару недель назад. Накануне приезда нашей съемочной группы подвал посетили слесари. Навели порядок и устранили некоторые недостатки. Хотя состояние большинства труп по-прежнему неутешительное. По мнению жителей, дом нуждается в срочном капитальном ремонте. Я проживаю здесь с 2015 года. Когда мы заселились в эту квартиру, капремонт у нас по плану был в 2018 году, капитальный ремонт дома. Потом он постоянно переносился. Вот сейчас, по новым данным, у нас ремонт начинается в 1932-1935 год. А ремонт фундамента, ремонт более серьезный у нас стоит на 40-е и 50-е годы. Ремонт переносится и переносится. Дом от этого новее не становится. С канализацией проблемы серьезные. В подъездах общий стояк электричества тоже там проблемы. Мы что можем, делаем сами. С подобной проблемой столкнулись не только на улице Героев Сибиряков. В этом доме на проспекте Революции вода полилась прямо с потолка. Трубы, которые проходят по чердаку, лопнули. Чтобы устранить протечку, сотрудники аварийной службы отключили отопление на три дня. Проводку тоже пришлось обесточить. Слишком высока вероятность короткого замыкания и, как следствие, пожара. И такое у жителей Сталинки далеко не впервые. Спустя пять дней, после того, как я обратилась в аварийную службу, у меня опять ночью начало литься с потолка. И поскольку управляющая компания в выходные у нас не работает, то приехала аварийная служба, перекрыли в доме отопление. За отопительный сезон такие эпизоды с прорывом труп случались неоднократно. И где-то, ну, на моей памяти, расчесть отключали отопление. Ударила коммунальная напасть и по малому бизнесу. В кофейне, которая находится все в том же доме, и вовсе пришлось вскрывать полы. После таких манипуляций заведение лишилось отопления. Мы практически неделю не могли нормально работать. Здесь это все парило. Трубы там были просто в сумасшедшем состоянии, наверное, старше моей бабушки. Они поставили там какой-то хомут. И все. И на этом все закончилось. У нас весь зимний сезон не работало отопление. Вот здесь в зале у нас, дай бог, там достигало 17 градусов. То есть здесь было очень холодно. Гости у нас сидели в куртках, в шубах. Управляющие компании у домов разные. В случае со зданием на проспекте революции, официального комментария от организации мы так и не добились. Администратор, который ответил на звонок, сказал лишь, что у труп есть такое свойство – рваться. Коммунальщики, обслуживающие дом на Героев Сибирьков, оказались более сговорчивыми. Дали ответ по ситуации в письменном виде. Если вкратце, то была произведена прочистка канализации. В общей сложности из нее изъяли 5 килограммов кошачьего наполнителя и тряпки. И теперь управляющая компания призывает собственников жилья не смывать ничего лишнего в канализацию. Продолжение следует...